Вселенная. Учение. Во Вселенной существует великая гармония, где все упорядочено и развивается на основе высшего разума или, по-другому, закона целесообразности. Внимание. Проявлением которого является закон бумеранга, в скобочках закон кармы. Крайним проявлением закона целесообразности является правило, гласящее. Если меньшее мешает или угрожает большему, то оно подлежит уничтожению во благо большего. Кто может придумать самые простые следствия из этой теории? Самое простое следствие из этой теории – цель оправдывает средство. Если меньшее угрожает большему, то оно подлежит уничтожению во благо большего. Вспоминаем Достоевского. В рамках гармонии материальной Вселенной возникло огромное количество цивилизаций проявлений так называемого подвижного разума Вселенной. Но поскольку все они развиваются только на основе разумных логических проявлений, то во Вселенной отсутствуют ныне такие понятия, как милосердие, сострадание, бескорыстная помощь и самопожертвование. Любовь и рождение лучезарной сущности Бога, Сына, кстати, Бог-Сын – это Отец Небесный, произошло относительно недавно по вселенским масштабам при слиянии духа жизни Бога Единого и энергии планеты Земля. Нам нужно вписать еще один важный момент. У нас здесь есть Земля, у нее есть энергия. Итак, дух жизни плюс энергия Земли Матушки у нас получается Сын Единого или Отец Небесный, который является живой и в определенной степени разумной сущностью. Родившийся Сын вобрал в себя все качества Творца, то есть Абсолюта, и к этому добавились еще способности творить на основании любви, наверное, переданные от Земли Матушки. Для того, чтобы проявиться во Вселенной, творить и умножать силы свои, Богу Сыну потребовались помощники. С этой целью были созданы люди, а следовательно, Он-то и является Отцом Нашим Небесным. То есть вот люди, человечество было создано Отцом Небесным, как помощники Ему. По поводу самого Виссариона. Вообще, в первых книгах Последнего Завета еще более-менее скромно, а дальше уже совершенно явно происходит прямая параллель между Виссарионом и Иисусом Христом. Они говорят, что Виссарион — это и есть второе воплощение Иисуса Христа. Более того, они говорят, что Иисус Христос тогда не был Богом, конечно же. Он был просто словом от Отца Небесного, так же сейчас, как и Учитель. Вот смотрите, Виссарион пишет, говорит себе, «Облик мой ныне незначительно отличается от облика тех далеких времен». А это принципиальный момент, и я сейчас прочитаю. И дальше. «Я есть путь и истина, — сказал Учитель, — ибо говорю не от себя, я и Отец едины». Быв посещая один из храмов Киево-Печерской Лавры, там такая цитата потом из Последнего Завета, «На стенах изображен был Сын Человеческий в багряном одеянии, а рядом стоял Сын Человеческий в оплоти и крови, а также в багряном хитоне». Пардон, в таком же багряном хитоне. То есть, для Последнего Виссариона он есть второе воплощение Христа, однозначно. Но что же делать с предостережениями, новозаветными предостережениями, в которых говорится о том, что «Опасайтесь тех, кто придут под именем Моим». На это Виссарион отвечает, «Да, много Иисусов ходят по земле, но имя Мое новое», и цитируют они из Откровения 3.21, «Виссарион», что значит «дающий жизнь», а Христос – это не имя, это звание, означающее «спаситель», «мессия», то есть человек, признанный Богом, призванный Богом на служение, несущий людям Слово Божие». Помните, в новой эре есть такая позиция, что Иисус – это человек, родился от Марии, а Христом он стал в 30 лет, когда крестился. Пожалуйста, Христос – это звание, Иисус, я уже себя так не называю, мое новое имя – это Виссарион. Пожалуйста, что же здесь такого сложного? Понять, что я есть тот самый Мессия. У них еще много есть объяснений по поводу своего прихода. Они говорят, ну как же, ведь все так просто, понимаемо, ведь зачем нужны были слова, говорящие, что Господь, пришествие Господа будет видно, как молния, исходящая от востока до запада. Все это было сделано лишь для того, чтобы выявить неверных, потому что, говорят они, представляете, вот придет с таким громом, да, и ярко так явно придет Христос, и все тогда скажут, а, да, 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 мы, конечно, с тобой ведь. А вот если он придет как тать ночью, да, то, соответственно, все и выяснится, где они, эти истинные ученики. Но мы видим, как это серьезно противоречит Писанию и всем тем ожиданиям, которые есть в тексте и в нашей вере. У меня есть семь признаков, что в Виссарион есть Мессия. Итак, попытаемся собрать основные признаки подлинного Христа на основе Священного Писания. Прочитаем. Первое. Христос мужского пола. Отсюда Мария Деви, Христос, это лже-Христос. Второе. Пришествие Христа от Отца Небесного. Отсюда Секуа Сахара, как пришедший от Абсолюта, лже-Христос. Третье. Христос будет иметь новое имя. Отсюда все Христы, пришедшие под именем Иисус, лже-Христы. Четвертое. Христос будет облечен в одежду, обогренную кровью. Из Откровения 19.12. У меня вопрос. Ну ладно. Отсюда все Христы, облеченные в иной цвет, лже-Христы. То есть, обогренная кровью и цвет. То есть, кровь, оказывается, это цвет, а не кровь спасения. Пятое. Христос должен подтвердить события и деяния первосвершения. Что здесь подтвердить? Каким образом? Где, когда он подтверждал? Как только он начинает подтверждать Виссариона, его сразу же изобличают во лже или в обмане. И тогда он это говорит, вы меня не слышите. Я пришел с вами не спорить, но говорить вам истину. Вы же начинаете со мной спорить. То есть, ну просто люди возмущаются тем, что он говорит, ересью, которую он говорит. И начинают с ним спорить. Он говорит, вы не хотите меня слушать, вы не хотите постигать истину, но хотите лишь спорить. Ну вот, неважно. Итак, Христос должен подтвердить события и деяния первосвершения. Таких кандидатур, кроме Виссариона, нет. Христос, как человек, должен иметь свои характерные особенности. Как вы думаете, что это за особенности? Выделено жирным шрифтом. То есть, вот, понимаете, всегда, когда выделяется жирный шрифт, если много жирного шрифта, ну понятно, что для человека все важно. Но когда немного, то есть, раз, два, три, вот, четыре, да. То есть, можно тогда обратить внимание в скобочках, что это такое. Любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам. Матфея 11, 19. Седьмое. Учение Христа, как другого утешителя, есть Слово Божие. Просто полное смешивание понятий. Которое, двоеточие, напомнит о том, что говорил ранее, прямо возвестит об Отце, научит всему и наставит на всякую истину, обличит мир о грехе, о правде и суде. И делает вывод, Владимир Камушек, всем этим и другим признаком, а, соответственно, и вышерассмотренным пророчеством о пришествии Христа, отвечает только Виссарион и его миссия на земле. Таким образом, действительно, Виссарион есть Христос, Сын Бога Живого, вторично пришедший в мир в новой плоти и под новым именем. Вот доказательство. То есть, когда, понимаете, я, ну, для, конечно, студентов, изучающих богословские дисциплины, понятно здесь, сколько всяких ошибок и путаницы, и ложных утверждений, и что под такого рода определение может подойти большое количество людей. То есть, суть с пророчествами не в том, что какая часть из них исполняется, а суть заключается в том, что их невозможно исполнить специально. Так вот, во Христе все те пророчества, которые доказывают его миссианское значение, суть этих пророчеств заключается в том, что их невозможно специально сделать или специально подстроить. Все же, что говорится здесь, совершенно спокойно можно инсценировать. То есть, здесь нет никакого сверхъестественного подтверждения миссианства Виссариона. Но, посмотрите, когда христиан спрашивают, какие у вас основания, какие у вас доказательства того, что Христос есть Мессия, да? В ответ на это люди верят в совершенную ересь, в совершенно непонятную глупость. Неужели они не видят, что во все это, все это может подходить к любому человеку или можно и инсценировать? Вот здесь момент веры. То есть, когда я уже говорил вам о том, что люди, приходящие к Виссариону, имеют различный жизненный опыт и достаточно высокое образование, и культурное воспитание. Вера определяется в людях, определяет в людях их убеждения настолько сильно, что, например, когда начинаешь разговаривать с такого рода последователями. Знаете, виссарионовцы, они очень такие тактичные люди, поскольку их заповеди самого Виссариона убеждают вести себя очень прилично, очень тактично. Но, можно так сказать, они очень такие духовные, потому что они видят, что спорить они не могут. И даже в заповедях Виссарион говорит, что нельзя спорить и не нужно спорить. Спорить они не могут, потому что у них нет аргументов. Они не могут предоставить что-то более-менее серьезное в ответ на... Поэтому они говорят, вот это нам достаточно, и мы в это верим. И мы не собираемся ни о чем больше другом рассуждать. И когда в будущем мы будем говорить о свидетельстве людям, запутавшимся во лжи культов, нужно помнить такие важные моменты, что порой или часто даже бывает, что аргументы не действуют. Вот, например, с виссарионовцами у меня не получалось разговаривать как-то вот аргументами. Приводишь одно, а не тебе другое. Кажется, ну как можно верить... То есть ты вроде бы выстраиваешь такую серьезную логическую цепочку, а вдруг они тебе говорят совершенно в ответ совершенно алогичные какие-то выводы, нелогичные убеждения. И ты понимаешь, что здесь вопрос не в логике, не в доказательстве, а именно в том уповании. Вот они почувствовали сердцем, что Сергей Торуб есть их Христос. И они от этого не откажутся. Например, они говорили, вот у вас там в глазах очень нет любви. Я говорю, сейчас, подождите. Вот, ну да, конечно, когда ты вот как-то очень сильно возбужден и пытаешься доказывать свои идеи, действительно, иногда в глазах не может проявляться какой-то глубокой любви или того, что хотят увидеть в тебе люди. Но вот такой вот интересный момент с виссарионовцами. Дальше мы будем продолжать их учения и поговорим о заповедях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok